здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пименко и сегодня у нас в гостях человек звание которого можно перечислять долго все незаслуженные это человек который творческий человек нашел себя самых разных ипостасях а вот в каких мы узнаем сегодня виктор сергеевич марков заслуженный работник культуры московской области академик международной академии русской словесности член союза писателей и союза художника в россии представитель люберецкого отделения союза художников подмосковье это не все еще скажем так звание должности человек ответственный и творческий здравствуйте виктор сергеевич ну мы чуть-чуть украсили сегодня нашу студию вашими работами но у меня прежде всего такой вопрос когда вы в себе почувствовали вот этого творческого человека это что было раньше художник писатель или что-то другое нет сначала был художник так это как произошло помните но это произошло я поступил с первого раза вот они а ну тут вы же до того как поступили когда-то же первый раз что-то написали нарисовали рисовал когда я с детства до рисовал детского ли был лучше рисовальщик до в средней школе вот я родился в деревне в дальнем подмосковье вот но там была на средняя школа и вот я лучше был рисовальщик и мне сами по себе или может быть кто-то по наследству насколько мне известно никого в художестве никакого худож в художественном творчестве наследство никакого не было вот насколько мне известно самостоятельная единица да да вот и я например не знаю может быть какие-то дальние предки были но пока я не знаю вы сказали известно а вы сказали слова рисовальщик да я рисовал там лучше всех для вечный спор художники говорят что ну когда интеллигентные люди приходят в галерею художник написал картину потому что когда ты говоришь художника нарисовал картину это вроде бы как-то неправильно звучит в чем разница между нарисовал и написал как вы считаете это близкое определение я считаю потому что на профессиональном уровне это идет высказывание написал а на любительском вот на общем можно сказать на народном обывательском нарисовал а написал это в профессиональных кругах больше звучит понятно но мы по поводу слова это близко все но для вас все это еще ближе потому что написал уже еще и писатель то есть у вас такой мостик между художником и писателем но описать или чуть позже сейчас возвращаемся вы поступили то есть вы сразу себе назначили со дорогу творческую и поступили туда рекомендация была поступать учиться дальше вот школу я поступил вот с первого раза поступил вот к счастью потому что насколько мне известно и вам известно в творческие вот заведения сложно многие поступают даже с 5 раза по несколько раз 1 2 3 4 до 5 раз мне известно и и со мной учились по третьему раза поступали а мне посчастливилось поступить ответа я до сих пор ним не найду понимаете вот несмотря уже на свой возраст не но может я про я все было хорошо обрама что и художественное промышленное училище мне вознецова это входило в тройку лучших художественно промышленных заведений от советского союза то есть правильно понимаю что там готовили не только как бы художников но в основе своей но именно художников которые потом ну скажем так в промышленных масштабах до расписывают плоть там ткани картины и знаю там иллюстрации какие-то фигурки и так нет это прикладное прикладно да только прикладной художественной промышленности для промышленности прикладное керамика дерево металл кость вот по этим и получается что вы практике по керамике на керамике отделение художественной керамики я закончил это считалось в то время да и ты сейчас считается это лучше лучше в прикладное отделение смотря что имеет очень операций больше всех десять и далее более операций ну вот давайте ралли кира из керамики начнем от у нас представлены фигурки вот сразу на первый взгляд многие люди даже являются коллекционерами таких фигурок которые ну аля джель да то есть и сама джель и как вы к этому пришли на вот эти вот работы ваши почему именно эти тигр кто там у нас птица почему я так поняла с целый набор птиц рассказывать нигеря туда в лиги злойда а коза и две птички малая птичка малая птичка обобщенного образе это ближе к снегирю вообще у меня они обобщенные там уже я даже в орнитологии не особо разбираюсь там ну знаю мы бы 10-20 видов но я собирательное искал понимаете образы вот есть птица как птица как птица да у меня павлина есть да это самая маленькая кстати по размерам а самая большая нота в два раза больше тигра может два с половиной вот почему тигр у вас птица год и тигр и это год тигра у меня все сделаны все животные олицетворяющие знак зодиака от 12 цельсвам угар все вот год козы и есть это восстановление повторяться а этот год тигра поэтому я взял сегодня понимаете вот поняла от второй год год тигр у нас ну это я так понимаю фигурки которые выпускают другой да да мы с поговорим о выдавали вы делаете эти фигурки но скажем так для неких промышленных производств то есть то что вот можно купить в сувенирных магазинах то что можно приобрести в магазинах которые торгуют но скажем так всевозможными знаками зодиака эзотерических так это так правильно или этого для себя делает нет это я для вот в савор издавал делал да вот это в основном это производство создания вот этих скульптур мелкой пластики пришлось на начало 90 на самые трудные и мне вот три четыре года пять и другие наверное вы знаете самые сложные были воды не все полный развал закрытие всех пустота да и он мы создали там малое предприятие вот на производстве и вот я вот этим занимался и вздавал в салон и мне как бы под спорим материальное было вот и участвую сесть на выставках они у меня очень были нет я поставил задачу недорогие делать вот несложные по производству внизу пусть я сам все делаю от эскиза и да вот до готового изделия полностью самостоятельно несмотря на то что на производство ход там пять человек разных делают на каждой операции отдельных а вы универсальными да 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 то что я сам то есть я так понимала сердечек я еще модель 6 разряда но это тот случай сейчас такой пись понятия конвергенция это когда ты в своей профессии можешь фактически все да ну например журналист работа радио телевидение пишет на газете снимает монтируют и тогда иначе я должен данным нанимать кого-то чтобы другое операцию делать понимаете литейщика форматора а вот слово литейщик я так понимаю вот так они выглядят замечательные эти фигурки но для этого же нужен какой-то цех не цех какая-то комната где как это происходит это было мастерская мастерская на производстве до лаборатории художественной керамики где я проработал вот 26 лет это краскова всесоюзно-научно если исследовательский институт имени будникова академика петра петровича и опытный завод на опытном заводе керамический цех при керамическом цехе в лаборатории художественной керамики на испытание глинестого сырья по всему советскому союзу и вот меня из к желе я после училища был направлен к желе о распределению на два года где четыре города не зря оттуда да я стажировался очень хорошую стажировку получил она научился у мастеров просто высшего класса и мне не пришлось вот и как я вам сказал кого-то просить я все освоил все профессии с там в джеле самый то есть если нужна джель можно к вам обращаться да то есть я научу всем всем операциям но вот еще у нас здесь стоит маленький такой чаровательный предмет что такое оля екатерина вторая какие-то те времена то ли шкатулка то ли коробочка как вы сказали вот это тоже рядом стоит с некой работой как вот к желе я имею ввиду по производству это что-то другое более такое очаровательное как как это называется вот там вот мы вот я не знаю мы слышали такого фамилия розникова александр и дарка у нас был здесь мой друг мой друг друзья он был у вас да да конечно был был вот я посмотрю и вот он был тогда главным художником там организовали предприятие такой малое предприятие и мало научных производственных предприятий кианит у нас называлась рожденька был главным художником но он там к сожалению два года проработал он ушел я стал главным художником мы обозвали это вот такое направлении в фарфоре красковский фарфор красковский фарфор а вот это вот именно не от этого хорошо валяло оранжевое сочетание красковский фарфор ну я не знаю ну вот заходишь музей музей неважно даже в россии за ее пределами огромное количество глиняных начиная там с древнего египта и так далее глиняных я не знаю там а фарфоровых и и прочих материалов вот фигурки это же помните в 60-е годы уже советского союза были популярны вся галерина почему людям это нравится и почему это до сих пор пользуется спросом ну во первых прошло время понимаете осп после 50 лет вот вещь становится исторической можно сказать понимаете а до 50 лет ее можете вообще это мимо и проходить и то ли на нее не внимание не надо подождать да да вот сейчас вот в живописи соцреализм по которой который был отвергнут в 80-х и в начале 90-х можно сказать практически у нас вот в направлении в живописи социалистический реализм и не только в живописи в графике в изобразительном искусстве а сейчас наоборот и там на западе вот коллекционируют и в частные галереи собирают его да и да ну на западе как говорится пути господина идея же самое примерно здесь понимаете вот как раритет на меня и становится но коллекционными я по нему пройдет может быть вот там еще сургой давлением хорошо у нас скоро уже закончится первая часть не могу не задать вам вопрос то есть вот есть понятие художник который сидит дома что-то вдруг ему в голову пришло и он значит это пошел написал и нарисовал то есть как на за что называется вот ему пришла эта картина есть художники которые перерисовывальщики докторы хорошо могут перерисовать что-то да вот стоит дерево один в один они перерисуют сейчас даже есть такое направление фотографическая версия вот очень любопытно и вы себя какому художнику относите просто до программы вы сказали что у вас разные даже художественные направления вы себя немножечко так сказать тренируете в разных направлениях кто вы какой художник опирование вообще я не признаю я вот до училища я вот в детстве к копированием занимался как трениров да 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 вот 10 когда мне 11-12 лет у меня сохраняется альбомы я только копировал я не не знал что такое работа с натуры вот и понял только этот училище вот с натуры и то что вот сказали вы там копирование с фотография я этого год не признаю у вас на его на дух никогда в нашу не терплю я работаю вот вот с богом созданной природой живой с органикой только понимаете и всем советую нас настоящим кто занимается творчеством только этим заниматься к сожалению сейчас вот идет копирование я сделал небольшую паузу напомню что у нас гостях заслуженный работник культуры московской области виктор сергеевич марков первой части мы поговорили ну скажем о художественном промысле потому что с этого начиналась трудовая деятельность а вот дальше поговорим уже о всех творческих направлениях нашего гостя напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко в гостях у нас заслуженный работник культуры московской области виктор сергеевич марков отталкиваясь от возвращаясь вернее к тому ваши первые шаги когда вы начали писать собственно говоря картины вот то чем мы уже зацепились вы что-то увидели что-то снизошло потому что фигурки вроде бы это одно а картина это что-то другое тем более раньше вы были как вы говорите рисовальщикам то есть могли что-то перерисовать как вы почувствовали в себе художника но художника в частности от живописца графика я себя почувствовал конца 80-х от начала серьезно 90 годов вот это это конечно учебного заведениями у нас уклон прикладной нас учили вот на керамике именно художнику я по диплому художник по керамике меня в дипломе записано а это вот настоящая чистая живопись я пришел к ней в начало 90 годов вы сами решили самостоятельно да несмотря на то что я по образованию художник прикладник меня всегда те новых живописи я ее чувствовал понимал и научился я живописи на посещении многочисленных тысячи выставок вот я по распределению после училища попал уже это все таки это по нынешним меркам это недалеко вообще может чуть не ли рядом к но и легендарная не так люберцы коня от москвы и и в москве это вообще кладезь выставок выставочных залах тогда по тем временам очень 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 многое я практически ни одну выставку не пуст не пропускал особенно такие у нас мировые музеи как третяковка пушки или не то есть все обошли да да и или да я не просто как обывателям заходил там некоторые 10 15 20 выбегают некоторые названия смотрят проводил на этих выставках часами пока уже все я стоять даже не мог представляете и у себя впитывал все изучал старых мастеров и таким образом вот потребность появилась что я сам самостоятельно стал вот даже вот эти картины понятно что мы не можем все показать но вот те картины которые у нас здесь представлены они тоже ну по разному скажем сделаны вот справа от вас такой мы даже сделали дует две картины они разные вот расскажите о них что это за картины которые там стоят но вот к такому стилю к такому письму я немного позже а начали вы начал я вот натурный удар это живость но это же она не вот у меня относительно но я не хотел бы сказать что они совсем такие слабые вот были работы но относительно до слабею которые сейчас показываю вам то есть вот это я вырабатывал стиль я понимал что надо надо чем все познается в сравнении приходишь сравниваешь на выставке свою работу понимаете но логика подсказывает что почему удобнее начинается натур потому что ничего не нужно ну как там и как школах учу до поставили шар там пирамиду еще что-то это и чуд называется да ну а вы уже на но художнику настоящему не надо быть рабом натуры понимаете вот обобщение иметь и создавать образ так и вдруг понятно так же как и в других видах искусства хорошо а потом началась уже а вот так называемый декоративная живопись вот она такая обобщенная это сделано вот постсобирательному по не пониманию вот едешь в транспорте везде ты должен глазами рисовать впитывать всегда если у тебя нет альбома там вот альбомчик а блокнотик ты вот глазами должен всегда рисовать и все оставлять в себе в памяти а после в домашних условиях а вот сколько на такую работу уходит времени как каждая работа примерно одинаково или по разному разному да по разному сколько самому быстро работаю самая длительная в один этап можно сделать вот один этап это сколько по времени но и полчаса полчаса за полчаса можно небольшой работа на большую конечно несколько раз больше требуется время там как бы время это а самая длительная вас работа которую вы как-то так долго долго тянули для себя но эту там несколько месяцев несколько 나도арisches сколько работа до обращающиеся то что вы то и и отставляешь потом видишь недостаток снова к ней возвращающие И в целом несколько месяцев, да, может быть, и даже полгода и год. Хорошо. А сколько работ у вас уже за плечами, я имею в виду, вот именно картинки? Ну, в целом, вот у меня где-то, я прикинул, вот у меня в частных коллекциях и в музеях находятся где-то 170 работ. Это большая персональная выставка, если вот на нашу картинную балерею, то не поместится тут 150. Ну, у вас, по-моему, 41, да, уже была персональная выставка? Ну, у меня 315 выставок, 315, из них 41 персональные, вот. И вот сейчас готовлюсь к 42 персональной. Вот еще один вопрос про художника, и перейдем к писателю, времени мало, а у нас ипостаси много. Скажите, мы смотрим аукцион Сотбис, мы смотрим вот сейчас с Моно Лизой опять там проблемы. Да, 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 я видел, да. Хорошо, что там стекло. Мы узнали, что вернулась к картинам, где Иван Грозный убивает своего сына, но ее тут же унесли в запасники, потому что нет стекла пока, которым можно закрыть. Вот художник, все художники через, опять же, там, 50 лет после ухода воспринимаются уже как звезды. Как художнику заработать во время его реального земного существования? Очень трудно. Трудно. Если ты только творчеством занимаешься, чистым творчеством, вот, что я непосредственно занимаюсь. Правда, вот керамику я вот сдавал в салоны, очень успешно шла. У меня в Америке 100 работ, вот, там просили больше, но у меня не оказалось в наличии, представляете, вот. Бывает это так. А вот картины как? А картины вот только на выставках. Я специально, в салоне я картины вот в один салон сдавал вот недавно, не недавно, а вот несколько, 8 лет назад, к сожалению, не реализовалась. Не реализовалась. Не приобрели, да, один раз всего, в салон, московский. Ну, художники... А так я не сдаю в салоне, вот работаю просто творчески для выставок. Понятно. А так надо, вот, заниматься рыночной живописной. Рыночной. А существует такая рыночная живописия? Ну, она наводнила все вот рынки, все, вот, верни, Саша Измайлова, вот, посетите там, только там рыночные практически. Понятно. Она не очень дорогая. Но и не очень качественная. Ну, конечно, она там... Без души. Она там третичная, понимаете, настоящая, ты должен свой какой-то выработать стиль, чтобы ты был вот именно... Сам по себе. Не похож на других был, понимаете? Понятно. Хорошо. Виктор Сергеевич, вы член Союза художников. Мы поговорили о художниках. Вы возглавляете Люберецкое отделение союзников художников... Союза художников подмосковья. Подмосковья, да, да. Ну, и союзников, потому что все в этом союзе друг другу в какой-то степени помогают. Но вы и член Союза писателей. Да. То есть вы не только картины пишете, но и пишете, что вы даже принесли какие-то у нас некоторые произведения. Да, вот, книжки. В каком вы жанре работаете? И почему вы вдруг начали писать? Писать я начал уже после 20 лет. Если я начал рисовать, там, с детства рисовал, то к этому, к литературному, к поэтическому творчеству я пришел позже, после 20 лет. И начал, вот, первые шаги мыли, это настоящее было полное, у меня несколько там сохранилось рукописных листов. И начинал я с графомании, которая сейчас тоже, вообще, океан, одна сплошная графомания. Есть такой сайт стихи.ру в интернете. Да, да. Там уже полтора, меня там нет, полтора миллиона примерно авторов. Однажды, вот, у меня, к Сыду, это или не знаю, к чему, у меня нет интернета, вот, Николай, понимаете? Вот. Не понимаю, но принимаю. Ужены интернет. А у меня уже, значит, кто-то вам приносит. Открыл этот сайт, я осилил 100 человек, прочитал, и не нашел из них ни одного достойного. А почему вы начали писать? И сплошная вот идет. Почему начал писать? Благодаря, гениально, я считаю, это русский поэт Сергей Есенин. Ага. Вот. Когда я его для себя открыл, он вот все во мне перевернул, понимаете? Вот. И я начал, вот. А до этого я обычный был рядовой к поэзии. Так же, как по школьной программе Пушкина, Малермантова, Некрасова. Проходили, да. К сожалению, Есенина был под запретом в мои годы, вот, когда я учился, в 60-е годы. Ну, переписывали его тетрадочками. А сейчас его подняли, вот, сейчас вот, как раз, вот, стали, я не знаю, как, вот, в основу стали, вот, сейчас в связи с международными событиями, во главу хотят вставить патриотическое начало. И в нашем искусстве, и вообще, вот, в России, это самый русский, вот, самый национальный поэт, вот, Есенин. То есть он повлиял на то, что вы начали писать? Да, не только на меня, на ноги. На ноги? На меня, в частности, да. Из-за него я начал писать. Когда я его прочитал, вот, это вообще, и я начал вот такие неуклюжие, еще графоманские вообще, понятия, не вел даже рифмы, что такое, понимаете? А сейчас? А сейчас, вот, стал писать, 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 пришел в литературное обвинение в 77-м году, вот, второе, потом в Люберце, к Рыжику, сначала к Фатьяну в Раменском, вот, когда я пришел в 77-м году, мне 30 лет было, вот, он говорит, прочитайте, показал им стихи, вот, ты вот поэт уже, он мне руководитель литературного обвинения, ритм, вот, при многотиражке за высокое качество, РПЗ, такой был завод, он и сейчас есть в Раменском на 47-м, сейчас ипподромы, это остановка называется, и вот литературное обвинение, и вот там я мог, ну, вот, мне основы все стихосложения, вот, я, мне представили... То есть вы профессионально подошли к этому? Да, 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 я их внял, другие, к сожалению, вот, не все так, понимаете, а другого, вот, есть такая у нас тут, так называемая ПТС, в Люберце... Ну, не будем, не будем, не будем... Не буду называть, да, уж ей она сейчас за 80, вот, она пришла в литературное обвинение Крыжиков, вот, вдохновение сюда, вот, при ДК нашем, и начала там... А я говорю, а вы вообще-то где-то занимались? Она, вот, с 80-х годов, со дня основания литературного обвинения при ДК, вдохновение, ходила в него, но стихи там... Не занималась она, да... Нет, нет никакого, понимаете? Хорошо. Надо самому еще над собой работать, надо, чтобы писать стихи, надо читать много, что я делаю, я на данный момент читаю только стихи, прозу не читаю. Хорошо. Ну, тогда ваше стихотворение какое-нибудь вы можете нам прочесть сегодня? Да. Породкое, чтобы мы немножечко окунулись в вашу поэтическую историю. Ну, я изране... Давайте, вот, давайте. У меня направление, у меня в основном пейзажная лирика, пейзажная, философская, ну, любовная меньше намного. Вот, из пейзажной лирики. Давайте, из пейзажной. Опрокинулось облако в зеркало речки, Отсчитала кукушка года в сосняке, Ёлки пламенно вздрогнув, Как свечки одиноко стоят вдалеке. В беге времени замерли дали, Фиолетова пашня дымит. Целый день птицы в небе кричали, Не с того ли так воздух дрожит? Ну, прекрасно. Я думаю, что вот в этом стихотворении Вы соединяете себя и как литературного деятеля, И как художника, И как художника, который еще умеет работать в разных направлениях. То есть, Вы видите по-разному. Абсолютно Вы правильно. Верный Вы его делали. Я с Вами согласен. Попали в точку, в десятку. Виктор Сергеевич, время, к сожалению, подходит к концу. Ваши работы, я думаю, после нашей программы Многие будут пытаться найти. На выставках уже будут. Знаете, как смотришь, кто автор картины? О, знаем. Виктор Марков. Все. Городской укроп Люберцы. Самое последнее. Что бы Вы пожелали сегодня тем людям, Причем, неважно, они молодые или среднего возраста, Иногда даже пожилые люди, Которые вдруг начинают писать картины, Начинают сочинять стихи, И у некоторых это получается хорошо. Что бы Вы пожелали тем людям, Которые хотят заняться творчеством, Но, может быть, чего-то стесняются, Что-то им мешает. Как начать заниматься творчеством? Ну, надо набраться сил, смелости, Внутренней смелости. Взять мольберт, Сесть за мольберта, Или за какой-то другой, Если нет мольберта, Они приобрели кисти, краски, И начать просто работать. Пробовать. Да, пробовать, да. Методом проб и ошибок, И следить за другими работами. Понимательно окунаться во всю историю. А если будет получаться, Я им буду живаю через Вашу программу. Желаю им творческого вдохновения И дальнейших успехов творческих, Продолжения этой деятельности творческой. Потому что творчество Еще никому вреда не приносило. Спасибо Вам большое. Мы желаем Вам новых стихов. Мы желаем Вам новых картин. И, может быть, попробовать себя В новом направлении. Желаем Вам удачи. У нас в студии был Заслуженный работник культуры Московской области Виктор Сергеевич Марков. С Вами был Николай Пивненко В программе «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова